М67 – рассеянное скопление «Старичок» в созвездии Рака. Оно находится на расстоянии 400-450 парсек над плоскостью галактики и содержит звезды, очень похожие на Солнце. Эта похожесть навела ученых в 2010-х на мысль, что Солнце, возможно, родилось именно там. Представьте себе, когда-то около 5 миллиардов лет назад желтенькая звездочка загорела среди тысячи таких же, как она, в скоплении М67, но затем была выброшена из него в диск галактики, а сама семья солнечных братьев и сестер продолжила свой путь в Галла. Красиво, романтично, практично. Но сейчас астрономы начали оспаривать эту гипотезу. Во-первых, облако Оорна. Вычисления показывают, что даже если Солнце выбросилось из скопления на самой ранней стадии формирования Солнечной системы, даже тогда вероятность сохранить и унести с собой самое ценное, что есть у звезды, ее протопланетное облако, была крайне мала. Практически наверняка облако Оорта, пыль, астероиды были бы выдернуты из системы приливными силами со стороны соседок Солнца, и оно осталось бы ни с чем. Во-вторых, единственным аргументом в пользу М67 является схожесть химического состава его звезд с Солнечным. Но гораздо рациональнее было бы взять аналогичные и более близкие к диску галактики скопления, чем заставлять Солнце маршировать сотни парсек от места, где его могло выбросить из М67. Позапрошлом году благодаря охотнику за планетами Харпс в обсерватории Лосилла методом радиальных скоростей в скоплении М67 были открыты целых три планеты – две у звезды солнечного типа и одна у красного гиганта. То есть, как вы понимаете, первый аргумент о невозможности формирования планетных систем в скоплениях такой плотности получает серьезное возражение. В общем, поиск продолжается. Почти наверняка Солнце сформировалось в скоплении таких же, как оно, звезд. Скорее всего, оно было выброшено оттуда в плотный рукав Млечного Пути, который вскоре после того, как оно заняло там свое место, был расчищен взрывами сверхновых ассоциаций Obi-Wan, которые перли буром напролом через упорядоченное движение остальных звезд по орбитам вокруг центра галактики. Эти взрывы создали локальный супер-пузырь, где более или менее чисто, пусто и спокойно, и где мы с вами теперь живем и благополучно развиваемся, ну и задаем мирозданию некоторые неудобные вопросы. Вот и те, кто за стеною продолжает марш на небо, в вот и те, кто делит море, кто меняет жизнь на смерти, нам с тобой идти на берег и смотреть на купол звездный, задавать свои вопросы о бессмыслице и смысле, спрашивать о том, что ждет, спрашивать о тех, кто будет, до утра, кто доживет и на утро, кто осудит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok